Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программа Диалог и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Добрый вечер. Добрый вечер. Борисович, закончился уже, можно сказать, учебный год полностью, совсем немного осталось до выпускного балла. Вчера прошел последний ЕГЭ, единый госэкзамен, ОГЭ, основной госэкзамен еще раньше завершился, так что можно подвести какие-то предварительные итоги этого учебного года, но и вот по горячим следам, что называется, какие-то результаты можно про ЕГЭ сказать, как в этом году мы задавали. Единый государственный экзамен, который у нас появился несколько лет назад, до сих пор вызывает неоднозначные оценки. Тех, кто готовится, и родители, и преподаватели вузов по-прежнему еще есть вопросы к экзамену, но он совершенствуется с каждым годом. У нас появляется очень грамотное разделение его на устную часть, говорение, например, по английскому языку, что позволяет, конечно, качество данного экзамена сделать более высоким. В этом году у нас уже есть предварительные данные по нашим выпускникам. Можно поздравить и гимназию, и 12-ю школу, и 3-ю школу с тем, что у них есть уже 100-бальники. Хочется мне их назвать, конечно, мы будем этих ребят отдельно отмечать. Совет директоров школы района подготовит им отдельный сюрприз всем 100-бальникам. Хочется назвать Боболева Дмитрия, который получил 100 баллов по двум предметам по географии и физике. Выпускник гимназии. Барсукова Оксану, которая получила 100 баллов по обществознанию, это выпускница уже третьей школы. И Любавину Олесю, ученицу 12-й школы, которая получила 100 баллов по литературе. Мы, конечно, ребятами гордимся, но еще, повторяю, ждем результаты. До конца июня мы будем получать информацию о наших еще 100-бальниках. Поэтому надеемся, что результаты района будут еще выше. Говорит, Борисович, у нас есть уже первый звонок от нашего зрителя. Добрый вечер, слушаем вас в эфире. Я, да? Да, да, говорите. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу общерайонных родительских собраний. Это очень интересный проект. Я была на таком собрании. Вы знаете, масштабно, интересно, прозрачно. Будет ли продолжена практика общерайонных родительских собраний по школам в городе Щелково? Спасибо огромное за вопрос. Мы с Юрием Николаевичем решились на такое родительское собрание. Оно проводилось в режиме онлайн, проводилось на базе 17-й школи, это микро район Богородский, где родители из близлежащих школ пришли непосредственно в 17-ю школу, а все остальные школы были подключены к трансляции по сети интернет. И мы отвечали на вопросы родителей в течение двух часов в режиме онлайн. И вообще цель этого родительского собрания была профилактика конфликтов среди участников образовательного процесса. И тема на злобу дня, потому что мы, к сожалению, знаем, что среда, в которой находятся наши дети, среда, в которой находятся наши родители, она сложная. Много проблем в жизни. И вот как снять эту агрессию, как ее гасить, не выносить на детей, не выносить на детей, уважать друг друга в сложных ситуациях жизненных, мы об этом говорили на живых примерах в рамках работы медиаторов. Был профессор из Академии социального управления в прямом эфире с нами, проводил родительское собрание. Поэтому мы с директорами школы потом пообщались. Отзывы у родителей были очень хорошие. Аудитория была у нас более трех тысяч родителей. И мы решили раз в полугодие проводить такие родительские собрания. Скорее всего, следующее собрание будет у нас в декабре, по итогам первого полугодия. И по итогам года уже в мае, в начале мая, либо в конце апреля. Поэтому мы планируем их сделать традиционными. Спасибо за вопрос. Спасибо, Гаврил Борисович. Но вроде тему ЕГЭ мы уже отыграли. Далее, если можно, несколько слов по ОГЭ, основной госэкзамен. Хотя, конечно, может быть, это не такое серьезное испытание. Очень переживаем за девятиклассников. Никто, как они, их родители, знают о том, что требования к экзамену изменились, ужесточились. Приблизились к требованиям к единому госэкзамену. И видеонаблюдение, и независимые наблюдатели, и сдача экзамена в другой школе, не в своей. Это все накладывает, конечно, отпечаток на всю процедуру. Дети некоторые волнуются. Для них это дополнительный стресс. И мы планируем в следующем году сделать предварительные экзамены и для одиннадцатиклассников, и для девятиклассников, чтобы они адаптировались к состоянию стресса. Я много раз уже рекомендовал родителям поощрять желание детей участвовать в любых олимпиадах, любого уровня, муниципального, регионального, федерального. Это поможет детям, находясь в ситуации стресса, в ситуации конкуренции, в ситуации тотального контроля за собой в течение определенного отрезка времени, пока идет олимпиадное испытание. И на чужой территории, соответственно. Конечно, это поможет детям легче сдать потом в дальнейшем ЕГЭ и ОГЭ в том числе. Поэтому для многих девятиклассников этот год был очень сложным. Я имею в виду, конечно, итоговую сессию. Поэтому у нас для тех ребят, кто получил неудовлетворительные оценки по одному и двум предметам резервные дни, я хочу о них напомнить, это 19-29 июня. А по ребятам, которые получили неудовлетворительные результаты по трём или четырём предметам, то это 5-22 сентября. К сожалению, такие ребята тоже есть. Может быть, по старинке рассчитывали, что кто-то им поможет, кто-то им подскажет. Но вызовы современного времени требуют, чтобы выпускник школы обладал ключевыми компетенциями, обладал набором навыков, умений адаптироваться к жизни, уметь оперировать информацией, её использовать, уметь анализировать. И вот эти навыки школа должна прививать. И в рамках федеральных государственных образовательных стандартов мы обязаны, начиная уже с начальной школы, и все педагоги прошли обучение дополнительное, повышение квалификации, прививать эти ключевые компетенции. И то, что нашим девятиклассникам было в этом году тяжело, это наша общая проблема. Мы её совместными усилиями будем решать. Конечно, без помощи, без понимания родителей будет сложно. Поэтому мы, конечно, рассчитываем, что и родители тоже включатся в эту работу. И в следующем учебном году будут очень плотно обсуждать с классным руководителем, с учителями-предметниками, с учителями-предметниками, чьи предметы дети выбрали как дополнительные предметы для себя, чтобы максимально детям снять стресс, точнее, подготовить их к этому испытанию. Снять стресс не получится. Но дети должны быть у нас стрессоустойчивыми. Мы им в этом поможем. Давайте вернемся к вопросу нашей зрительницы о всерайонном родительском собрании. Какие вопросы чаще всего задают родители на таких мероприятиях? И вообще, с какими вопросами чаще всего обращаются в Комитет по образованию? Я удостоился чести в этом году быть модератором встречи министра образования Московской области с молодыми педагогами, выпускниками московских вузов, которые сейчас работают уже в отрасли образования во всех муниципалитетах Московской области. И министр образования пыталась огромную аудиторию молодых специалистов, которые первый, второй год работают в школе, вывести на диалог о смыслах образования, о том, зачем ты входишь в класс, что ты несешь детям, почему ты выбрал этот путь. Но вопросы, которые задавали ребята с мест, министру, педагоги, они касались, когда у нашей школы появятся пластиковые окна, когда к нашей школе будет проложена асфальтовая дорога, когда у нас у всех будут макинтоши, то есть такой, пытались перейти в уклон, такой немножко материальный. И на встрече с родителями, когда вот мы на родительском собрании общались, моя задача была их вывести на диалог о проблемах в семье, о проблемах уделения ребенку внимания, о проблемах, как вовремя отследить ситуацию, что ребенок замкнулся и ушел в какую-то опасную социальную среду, например, в интернете, которая связана, мы с вами много раз слышали об этом, на федеральных каналах с этой программой «Синей киты», которая приводит в итоге к суициду несовершеннолетних. Мы пытались в этом русле поднять вопрос и беседу. А многие пытались опять в материальную сторону, скажем так, беседу направить касаемо материального состояния образовательных учреждений. Конечно, у нас, во-первых, близость к Москве обязывает, естественно, соответствовать уровню конкуренции. Во-вторых, очень много родителей приехало из регионов, где состояние материальное образовательных учреждений неплохое. Никогда не видят здесь здания садов и школ, например, 37-го года, 56-го года, которые строились по старым нормам. Некоторые были ведомственными, некоторые строились еще совхозами, как школа, в которой я работал директором. Конечно, у родителей один из таких болезненных вопросов это ремонт образовательных учреждений, это материальное состояние образовательных учреждений. Но самый болезненный вопрос, конечно, это строительство новых образовательных учреждений, пристроек и так далее. Неоднократно, точнее, постоянно в социальных сетях глава Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов отвечает на эти вопросы. Заместитель главы администрации Никулин Никита Александрович тоже отвечает на эти вопросы. Заместитель по строительству. Юрий Николаевич Родионов, заместитель по социальным вопросам, тоже на эти вопросы отвечает. Речь идет о том, что в ближайшее время, в этом году, должна начаться стройка новой школы на 1100 мест в микрорайоне Солнечный. Это через мост, через дорогу от Кэмпа. Это пристройка на 275 мест к Медвежьей Озерской школе, долгожданная пристройка. Оба проекта начинают воплощаться с достаточно большой задержкой. У родителей это вызывает, естественно, недоверие и у некоторых даже агрессию, обвинения, незаслуженные в адрес администрации. Мы объясняли и будем ее объяснять. Это наша работа. Мы ни одну жалобу, ни одно обращение не имеем права даже оставить без внимания. Объясняем, что область вела типовые проекты. Привязка типового проекта к земельному участку очень сложный процесс. В Медвежьей Озерской школе оказались проложенные коммуникации через территорию школы, которые потребовали отдельного проекта на вынос этих коммуникаций за территорию. Территория микрорайона Солнечный оказалась под школу недостаточной по размерам. Пришлось плоскостные спортивные сооружения выносить за территорию школы и располагать их по проекту примерно в 200 метрах от школы, от основного здания. Все это потребовало времени, новой проектировки, новой привязки к участку. Поэтому фактически начало строительства у нас двинулось, можно сказать, на год. Хотя и губернатор, и конкретно по пристройке к Медвежьей Озерской школе премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев лично взял обязательства по этой пристройке. И тем не менее, вот эти необходимые технические процедуры, они затянули процесс начала строительства. В этом году до 1 сентября должны быть отыграны конкурсы по определению генподрядчиков по объектам. И мы очень надеемся, что осенью появятся строительные уже заборы и начнется в Медвежьей Озерской школе рычек от Лавана и приступят уже строители к реальным работам. Потому что у нас население легче верит плохому, чем хорошему. И когда пускают слухи, что ничего не будет, все там разворовали, ничего не разворовали. Это программа образования, это программа, утвержденная губернатором. Эти деньги областные, они не могут никуда уйти, кроме как на конкретное строительство конкретного объекта. И, конечно, они, стопроцентная гарантия, будут реализованы. Сейчас очень болезненный вопрос у нас по микрорайону Жигалова. Буквально на днях была встреча инициативной группы родителей с главой Щелковского муниципального района Алексеем Васильевичем, который им подтвердил, что уже в 2019 году начнется строительство в Жигалово школы, что согласование проекта в течение 12 месяцев, что это сложная процедура, что нельзя здесь нарушать регламент и ускорить процесс мы не сможем. Отсюда возникает следующая проблема. И неоднократно и ко мне уже обращались с этими вопросами, и к Алексею Васильевичу, по поводу того, как устроить ребенка в первый класс. Если, например, серковская школа, которой мы привязали территориально жителями краю Ножигалово, переполнена, мы обязуемся, как комитет по образованию, каждого первоклассника устроить в школу. К сожалению, по закону, если в школе нет свободных мест, мы имеем право, директор школы имеет право отказать родителям в приеме ребенка. Но мы, как орган управления образованием, обязаны найти такое место в одной из школ района. Может быть, ребенку придется до этой школы дольше идти, либо ехать. Но школу мы в любом случае предоставляем. У нас будет 1 июля проходить начало зачисления детей в первые классы в школы, не прикрепленные к микро-району, где ребенок проживает. Маджедай-маджиотаж. Потому что школы размещают на сайтах, сколько у них осталось свободных мест. И уже директора школы мне докладывают, что мест 15, заявлений уже 17. Предварительных заявлений. Поскольку регистрация заявлений через интернет и официальное зачисление в школу у нас пошло с 1 февраля по закрепленным детям, по микрорайонам, это все было четко, прозрачно и понятно. Те ребятки, которых мы имеем право зачислять с 1 июля, будут зачисляться в порядке живой очереди. То есть, как родители пришли, как они к директору попали или к завучу, кто отвечает за прием, так ребенок и будет зачислен. Если места в этой школе не хватит, то у нас будет работать 1 июля, горячая линия, это суббота. Комитет по образованию будет работать с 9 утра до 13.00. Будем принимать звонки от родителей. Если у них возникла проблема с устройством ребенка в первый класс, я попрошу заинтересованных родителей записать телефон 8496-566-7363. Начальник отдела общего образования Любовь Владимировна Аксенова. И она будет отвечать на вопрос? Она будет сидеть, как говорится, на телефоне до обеда в субботу и принимать звонки от родителей, кто не смог попасть в ту школу, в которую наметили. И мы будем уже помогать родителям устроить ребенка в первый класс. Потому что мы, 100% детей, нуждающихся в образовании, кто проживает на территории Щелковского муниципального района, обязаны устроить школу. Мы это сделаем. Ну, вот мы поговорили о серьезных проблемах, о тех вопросах, с которыми чаще всего обращаются родители, либо уже действующих, так скажем, школьников, либо потенциальных. Ну, давайте поговорим о том, что сделано у нас уже к окончанию учебного года. Я имею в виду организация летнего отдыха детей. У нас в районе есть и лагеря постоянного проживания, и лагеря дневного пребывания. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет о том, как прошло открытие первой смены в наших загородных лагерях юнормейцы «Лесная сказка». Потом продолжим разговор. Давайте посмотрим. С самого утра все эти ребята, их вожатые, готовились к открытию первой смены. Придумывали название своим отрядам и девизы. Уже по традиции мероприятие в юнормейце началось с торжественной линейки. Дружным строем 10 отрядов вышли на построение. И вот он долгожданный момент – поднятие флагов. Независимо от погоды, независимо от того, будет идти дождь или светить яркое солнце, у вас здесь будет хорошее настроение, у вас обязательно появятся новые друзья. Ваши вожатые научат вас интересным познавательным играм. И будет возможность хорошо отдохнуть. Наступила самая прекрасная пора – это лето. Вы очень хорошо все потрудились в процессе учебного года. Все, надеюсь и уверен, закончили успешно учебный год в своих образовательных учреждениях. И теперь настала пора отдыха. Торжественная линейка состоялась в «Лесной сказке». Это место имеет многолетнюю историю. Здесь проходил детство многих поколений щелковцев. Сегодня лагерь, как всегда, наполнен праздничной атмосферой. На празднике ребята представили названия и девизы своих отрядов. Самые же активные подготовили хореографический номер. Первая смена в «Лесной сказке». Юнормейцы обещают быть наполненными различными патриотическими, спортивными праздниками и интересными творческими конкурсами. Также будут проходить мероприятия, посвященные Году экологии. Ребята узнают много нового и познавательного. А главное, за эти три недели у каждого из них появятся новые друзья. Как-то меняются программы пребывания детей в этих летних лагерях год от года? Что-то совершенствуется, придумывается новое или как? Главное, чтобы не менялся дух дружелюбия, сотрудничества, радости в каждом коллективе. Этот дух, конечно, зависит от атмосферы, которую задают вожатые. Поэтому нашей гордостью является и летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка», и «Юн армеец», где этот дух, эта атмосфера созданы усилиями и дружных коллективов, и вожатых, и детей. И у нас также в этом году открыты 26 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Одну смену отработали все 26 лагерей, завершают на этой неделе работу. Во второй смену будет работать только детская художественная школа, Щелковская. А лагеря стационарные, где дети находятся 21 день, «Лесная сказка» — три смены, «Юн армеец» — четыре смены, по 300 детей в среднем «Юн армеец», в «Лесной сказке» — 150 детей в смену. Конечно, охват детей колоссальный. Алексей Васильевич — неугомонный руководитель, его не устраивает, всегда достигнут, он не успокаивается, он хочет еще дополнительные лагеря получить в муниципалитет, лагеря, которые простаивают, которые не используются, которые имеют целевое назначение для оздоровления детей, их не могут ведомства никуда продать, реализовать. Они, к сожалению, разрушаются. И у Алексея Васильевича, как у рачительного хозяина, конечно, желание эти лагеря тоже в нашу сеть муниципальных лагерей включить, чтобы как можно больше детей были защищены от улицы, от непредвиденных различных угроз, которые возникают, и искушений, которые возникают для детей за порогом, скажем так, любого образовательного учреждения, либо летнего лагеря. Потому что у нас головная боль серьезная — это зацеперы. Наша задача, чтобы дети максимально свою энергию направляли в мирное русло. И летние оздоровительные лагеря — в этом наши помощники. Мы уже который год увеличиваем охват детей летним отдыхом. И спасибо Совету депутатов Щелковского муниципального района, который каждый год утверждает дополнительные средства на то, чтобы были льготные путевки в достаточном количестве в лагеря. И в этом направлении мы активно работаем. И вот лично посещал все лагеря. И Совет депутатов выезжал во главе с Надеждой Владимировной Суровцевой. Проверяли работу лагерей, пробовали еду на пищеблоке. Алексей Васильевич Валов, пометуя о каких-то негативных моментах в прошлой оздоровительной компании, лично общался с шеф-поварами, лично приезжал на пищеблок, и в лицо говорил те претензии, те проблемы, которые были. Поступали. Жалобы от родителей, от детей. Потому что мы все там, наших детей направляем эти лагеря отдыхать. Все знаем, что там происходит. Что дети едят на завтрак, обед, ужин. И очень приятные отзывы в этом году. А сами дети довольны едой? От детей приятные отзывы пошли. И наши сотрудники приезжают. Вместе с детками кушают. И, ну, слава богу, вот учитываем ошибки и справляемся. Потому что питание это очень важно. Этот год, конечно, год экологии. У нас большинство мероприятий посвящено году экологии, сохранению природы, бережному отношению к окружающей среде. Этому посвящены смены. Также у нас очень интересная инициатива пришла из областной избирательной комиссии, чтобы дети в рамках игры, игра называется «Референдум», попробовали себя в качестве уже взрослых, уже избирателей. Программа рассчитана на детей буквально с первого класса по одиннадцатый класс. И вот в лагерях уже прошли выборы. Где-то выбрали президента, где-то... Из своих, так сказать. Из своих, да. Ребят, отрядов старших, как правило, где-то решили какой-то важный вопрос, потому что референдум это, конечно, не выборы в чистом виде, это решение какого-то вопроса и обсуждение его среди детей. И мы теперь планируем, вот отыграв эту игру на наших площадках, 10 сентября, когда будут взрослые заниматься серьезными выборами и играть в свои серьезные уже взрослые политические игры, мы хотим в своих школах тоже провести детскую игру-референдум по каким-то детским проблемам, по детским вопросам. Но какой вопрос будет вынесен на детский референдум 10 сентября, мы вместе с молодежным парламентом, вместе с молодежной избирательной комиссией Московской области мы еще обсудим, что детям более актуально. Но это будет сделано в августе, когда мы отыграем игру-референдум во всех сменах, поймем, что детям нравится, что детям интересно и, конечно, в сентябре, думаю, дети не будут, скажем так, перестанут быть пассивными наблюдателями, чем таким взрослые непонятным занимаются в выходной день. А тоже примут участие в своем референдуме, как маленькие граждане большой страны. Ну, когда в следующий раз придете к нам на программу «Диалог», то расскажите, как прошло референдум. Да, уже подробно. Спасибо, Гаврил Борисович. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» председателя комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Еще раз добрый вечер, Гаврил Борисович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, а мы перейдем к тем мероприятиям, которые традиционно проходят в нашем районе. Естественно, они посвящены, так скажем, младшему населению нашего муниципалитета. Конечно, это традиционный праздник детства, достаточно масштабное мероприятие. Год от года оно становится все больше и больше, шире и шире, так скажем. Вот хотелось бы узнать, как в этом году прошел праздник, что нового появилось, что планируется, может быть, еще нового. Праздник детства – очень хорошая традиция Щелковского муниципального района. Изначально он проходил в формате подведения итогов нескольких образовательных программ, в которых участвовали все практически образовательные учреждения района в течение года. Эти образовательные программы курировались центрами дополнительного образования. И это и радуга успеха, и интеллектуалы 21 века – такие серьезные программы, комплексные. В них много различных, более десятка конкурсов, в которых каждое учреждение могло принять участие. И потом, в конце учебного года, на празднике детства, происходит награждение лучших из лучших грамотами, наградами и так далее. Эта традиция сохранилась. В какой-то момент Надежда Владимировна Суровцева, она предложила совместить праздник детства с презентацией каждого образовательного учреждения. Каждый детский сад, каждая школа делали мини-выставку своих достижений на какой-то площадке, например, перед районным культурным комплексом на площади Пушкина. То есть, стоит школа, представители школы на столе, на двух столах, в палатке, достижения этой школы, особенности этой школы, и проходит руководство района, и каждая школа каким-то образом себя презентует. Кто-то хлеб-соль выносил, мы, как Медвежо-Одерская школа, обязательно какого-нибудь медведя наряжали в ростовую куклу, кто-то у нас являлся медведем, и всегда как-то это обыгрывалось, так весело и интересно. Потом пришла идея сделать в рамках праздника детства и презентации образовательных учреждений благотворительную ярмарку, потому что каждая школа занимается в рамках технологии каким-то направлением такого прикладного труда, скажем так, и детки что-то делают своими руками. И можно было бы, мы так подумали, в Комитете по образованию сделать благотворительную ярмарку с реализацией того, что сделали дети своими руками, это рисунки, поделки, может быть, какая-то выпечка, кстати, очень вкусная, я лично ел. И средства, собранные всеми учреждениями в этот день, они должны идти на какую-то благую цель. Мы посоветовались с руководителями благотворительных организаций района, один из благотворительных фондов, Рождественская Звезда, согласился нам предлагать кандидатуру детей, которые являются либо воспитанниками детских садиков, либо учениками школы, у которых тяжелая ситуация и необходима либо операция, либо реабилитация после операции. Вот в этом году мальчику Макару мы собрали более 273 тысяч рублей за один день. И когда мы первую ярмарку такую провели в 2015 году, меня больше всего потрясло, с каким удовольствием, с какой радостью наши дети участвуют в этой ярмарке, как им интересно предложить приобрести там ухватку какую-нибудь или доску для нарезания пищевых продуктов расписанными либо с выжиганием оформленную. Там масса, там и скворечники у нас появились в продаже, и так далее, много полезных предметов и предметов для души, с каким воодушевлением дети их распространяют, придумывают частушки, поют под гитару вживую, ходят, предлагают прохожим приобрести на благое дело эти предметы незамысловатые. А дети знают, на какие цели? Конечно, конечно, это все объясняется, что это на конкретное благое дело, по согласию родителей все это делается, потом все это по акту специальной комиссии пересчитывается и отдается родителям в руки на лечение ребенка. И уже вот мы провели третью ярмарку, и отзывы хорошие, и, знаете, вот когда посмотришь, что мы все вместе сделали какое-то доброе дело, смотришь на лица детей, но становится как-то спокойнее за наше будущее, потому что, когда люди чувствуют себя соучастниками доброго дела, это воспитывает лучше, чем любые слова, лучше, чем любая проповедь, лекция, какая-то, нам кажущаяся озвучена истина, но ведь давно известно, что дети не слушают родителей, они на них смотрят. Берут пример. Ну, конечно. И то же самое, вот, можно много говорить о добрых делах, но когда все поучаствовали в одном добрым деле, это дорогого стоит. И также, в рамках праздника детства я считаю, очень важное событие прошло в районе. У нас 1370 детей было принято в движении юнармия, приняли клятву юнармейца, и все это было на территории УСК Подмосковья, в Манеже. Герои России принимали детей юнармейцев. Я вспомнил, вот, правильно, и наш президент говорит, что надо, конечно, стремиться к новому, и все самое лучшее брать в образование. Но нельзя забывать лучшие традиции старой школы. И вот, я не знаю ни одного человека, кто бы плохо отзывался о пионерском движении. И то, что мы сейчас в современной России наконец этим занимаемся, и появилось всероссийское движение школьников, и движение юнармия. И надо видеть вот детей, которые уже в форме, которые заслужили эту форму, которые занимаются в кадетских классах строевой подготовкой, проходят школу молодого бойца в рамках подготовки десантников, например, на базе клуба Каскад в 10-й школе, либо кадетских классов, кадетского класса во 2-й школе, где директора поддерживают это движение, поддерживают ребят. Начальная школа кадетские классы в 17-й школе. То есть ребята не просто как вот там ряженые, получили красивую форму, чтобы сфотографироваться ее на деле и забыли. Нет. Ребята ее заслужили. Они несколько лет занимаются со специалистами, с людьми, которые прошли и боевые точки, прошли службу в армии, в десантных войсках, которые привозят их в военные части, они общаются с офицерами, они занимаются на полосах препятствий прямо в военных частях, на базах подготовки. И ребята уже не на словах, а на деле любят свою родину, готовы ее защищать. И когда вот эти ребята, они приносят клятву юно-армейца и в их глазах честность, чистота, уверенность в своей стране, любовь к своей стране, клянусь. Но я считаю, мы работаем не зря. Ну а сейчас, чтобы проиллюстрировать ваши слова, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет как раз о том, как вступали школьники нашего района в ряды движения юно-армии. Давайте посмотрим. Быть патриотом и достойным гражданином России, клянусь, клянусь, с честью и гордостью внести высокое звание юно-армейца, клянусь, клянусь, клянусь. Патриотизм для этих ребят не просто слово, любовь к родине они решили показать на собственном примере. Мальчишки и девчонки разных возрастов и предпочтений сошлись в одном, в желании вступить в ряды всероссийского движения юно-армия, цель которого возрождение военно-патриотических традиций. С сентября прошлого года оно начало работу, к которой подключился и Щелковский район. Мы будем, конечно же, увеличить ряд этой армии, потому что понимаем, что это золотой резерв, золотой фонд патриотического воспитания нашей молодежи. На протяжении нескольких лет в районе реализуется муниципальный проект «Цены отечества», в котором работали ребята. Теперь же они присоединяются ко всероссийскому движению. Так патриотическое воспитание молодежи будет систематизировано. Из рук тех, для кого военная служба стала делом жизни, ребята получили заветные значки юно-армия. Еще одно мероприятие, массовое мероприятие, уже международного уровня, которое тоже стало традиционным, третий год проходит фестиваль спорта и искусства. Каждый год меняются девизы, но тем не менее программа увеличивается, проводятся различные конкурсы. Программа идет не один день. Вопрос такой, вот дальше что планируется? Еще больше привлекать участников? Какие-то новые проекты в рамках этого фестиваля? В этом году вы правильно вспомнили про девиз. Мы из уважения к нашим друзьям из города Побратима Хемер вспомнили передачу, которая транслировалась на советском еще телевидении «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», которая снималась в ГДР. И мы решили сделать фестиваль с этим девизом, именно организовать его поведение, потому что 25 лет дружбы с городом Хемер. Хемер в ГДР был, да? Да, нет. Хемер был в западной части Германии, но поскольку они объединились, мы нашли такую образовательную ниточку, чтобы связать наши мероприятия. И была команда из Германии, была команда из Словении, две команды получается такого международного уровня. Также были друзья из города Химки, традиционно участвуют у нас гимназии из Химок, 17-я. Также традиционно третий год из Мунина к нам приезжает школа первоначальной летной подготовки имени Покрышкина, трижды Героя Советского Союза. И ребята с огромным удовольствием, воспитанники этой школы участвуют в наших конкурсных испытаниях. И школа Щелковского муниципального района. Также в этом году участвовала школа имени Комарова из Звездного городка. То есть мы 12 команд в этом году смогли собрать. Проживали они стационарно в Юно-армейце несколько дней, три дня. Творческие конкурсы проводились на территории лагерь Юно-армеец, а спортивные состязания проходили на территории войска Подмосковья. Ребята показали хорошие результаты. Щелковский район в лицо Угодневской школы занял второе место. Химки первая, Монинская школа первоначальной летной подготовки третья. Конкурентная борьба, вот мы смотрим по уровню ребят, с каждым годом становится все более такой жесткой, в том смысле, что планка повышается. Ребята серьезно готовятся к этому фестивалю. Казалось бы, фестиваль, конечно, делает акцент на дружбу, на хорошие отношения, на какой-то обмен просто опытом и в спорте, и в искусстве, но мы понимаем, что подросткам интересна, конечно, состязательная часть, и я наблюдал, как они и в мини-футболе себя проявили, и в баскетболе, то есть это такая серьезная конкуренция со слезами радости, со слезами горя от проигрыша, это по эмоциональному каналу накалу совершенно потрясающее перетягивание каната, причем за Словению очень болели все наши ребята, очень понравилась, команда очень доброжелательная, интеллигентная, и мы очень рады, что потом команда из Словении, из гимназии города Цели приехала уже после фестиваля в наш 14-й лицей и подписали соглашение о сотрудничестве, то есть мы не просто собрали, можно сказать, фестиваль, и провели его как разовое мероприятие, но он уже выливается в дружбу, такое сотрудничество, постоянное, не раз в году, а постоянно уже ребята обмениваются телефонами, адресами, в социальных сетях, общаются, и сейчас уже в августе первая делегация уже от наших школ, сборная из 20 учащихся поедет в Словению, потому что если с Германией у нас, ну например, на базе Щелковской гимназии уже давно работает такая программа обмена дети, совершенно верно, дети проживают в семьях друг у друга, то вот со Словением мы так плотно работаем, буквально только второй год, в этом году уже у нас по-братимски отношения официально на уровне руководителей муниципалитетов заключены, и вот впервые такой у нас опыт в районе, чтобы два образовательных учреждения двух государств тоже заключили соглашение о дружбе, сотрудничестве. Я считаю, что мы, конечно, будем в этом направлении двигаться дальше, потому что нашим ребятам очень интересно погружаться в такую языковую среду и общаться на немецком, на английском языке с ребятами из других стран. Происходит обмен информацией, многие мифы о России исчезают, уходят, потому что, ну, скажем так, к сожалению, признавалось не один раз и лидерами нашей страны, что информационную войну в западном мире мы, конечно, проигрываем. И, к сожалению, не доходит информации о нашей стране, о нашей жизни в таком объективном, в позитивном ключе до наших друзей за границей. И то, что мы, невзирая на сложности в высокой политике, на уровне муниципалитетов дружим, мы все надеемся, что наш пример, он поможет и политикам более высокого ранга сделать выводы и понять, что есть ценности, которые выше каких-то там заокеанских целей и навязываний отношения к нашей стране. Поэтому дети в чем-то мудрее взрослых. Но предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как проходил фестиваль спорта и искусств в этом году в нашем районе. Третий год крепнет международная дружба, крепнет дружба между школьниками нашего района. В лагере Юнармейц с комфортом устраиваются ребята из 12 команд. Конкурсы начинаются с творческой части и сперва каждая из команд представляет себя в визитной карточке. Здесь кто во что гораст. Песни, театральные постановки, спортивные трюки и танцы. Много танцев. Сюда приезжают старожилы фестиваля и новички. Почему-то нет сомнений, что они будут возвращаться снова и снова. Ведь такое всеобъемлющее слово дружба здесь открывается со всех сторон. Один из дней фестиваля посвятили спорту. На базе универсального спорткомплекса Подмосковья развернулась настоящая спортивная битва. Мини-футбол, стритбол, бег, рывок гири, подтягивания и самый зрелищный конкурс перетягивания каната. Два дня состязания и пора подводить общий итог. Тройка победителей забирает заслуженные награды. Третье место заняла команда от винта Московской областной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. На второй ступени пьедестала почета команда «Импульс» из Огудневской школы. Ну а лидерами фестиваля в этом году стали ребята из команды «Пионеры» лицея номер 17 городского округа Химки. Завершение яркое и интересное подросткам. Дискотека у костра, где они делятся эмоциями, которые запомнят на всю жизнь. Ну а в конце давайте тоже поговорим о событии, которые, конечно, у всех запоминаются на всю жизнь, не только фестиваль спорта и искусства. Речь идет, конечно, о том событии, которое пройдет буквально через три дня, это выпускной бал. Каждый из нас помнит, как это было, как проходило школьники нашего района. Я думаю, у них будет еще ярче, чем в наше время. В прошлом году первый раз мы провели такой объединенный выпускной бал для всех школ. Как в этом году будет проходить мероприятие? Зарождение любой традиции, оно, конечно, появляется, когда оно подготовлено и ожидаемо многими. И был, конечно, запрос у многих и идея витала в воздухе попробовать хотя бы объединить детей на одном мероприятии на общем. Здесь много плюсов. Это и безопасность, и возможность, объединив усилия, пригласить звезд и сделать какую-то общую концепцию, в которой будет проходить все мероприятие. Минусов тоже было много, потому что уже сложились определенные традиции. Но в некоторых школах встречаться, где-то в ресторане, как обычно, собирать сумасшедшие деньги. И одной из причин, почему мы решили попробовать пойти путем единого выпускного балла, потому что ни с одного родителя не собирается ни одной копейки. Ни на транспортные расходы, ни на питание, ни на фуршет, ни на концертную программу. То есть, это абсолютно заслуга нашего генерального спонсора Солиса Добавича Каракотова, мецената Щелковского муниципального района, который второй год решил профинансировать, выделить серьезные средства на данное мероприятие. Детей в этом году 731 выпускник, плюс гости, плюс родители, плюс педагоги, то есть, около 1000 человек будет на этом мероприятии. С 6 вечера до 11 вечера будет организована очень интересная программа, зажигательная, с учетом ошибок прошлого года. Дети в прошлом году нас устали очень сильно, потому что было вручение аттестатов в своих школах, они уже устали. Потом приехали к нам, было немножко затянутая торжественная часть, мы все это учли. Часть мероприятий будет проводиться на улице, благо погода обещает быть хорошей, обещает быть хорошей. И часть мероприятий будет, конечно, проходить внутри здания, будет сюрприз в виде нескольких звезд, которые приедут выступать перед нашими ребятами. И, конечно, хочется, чтобы это событие запомнилось им на всю жизнь, именно со знаком плюс, потому что они должны почувствовать, что их малая родина, Щелковский муниципальный район, их очень любит, их выпестовывает, хочет сделать для них все самое хорошее, самое светлое. И в этом году у нас полное взаимопонимание с родителями, у нас стопроцентное желание всех школ участвовать в этом бале. Только одна школа не сможет принять участие по объективным причинам, потому что у нас поменялась поздно уже достаточно дата проведения выпускного бала, и они уже заказали участие в выпускном бале в Кремле. Все школы будут участвовать, здесь выпускники. Мы надеемся, что все пройдет на самом высоком уровне, потому что очень серьезные профессионалы готовят этот праздник. Надеемся, что так оно и будет. Спасибо, говорил Борисович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!